здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о том что весна конечно же замечательное время просыпается природа отчасти какой-то мы тоже с вами просыпаемся но вместе с этим приходит желание куда-нибудь уехать например за город или кто-то поедет в путешествие и речь идет его дачных поездках в общем сегодня мы хотим поговорить о защите вашего жилища самых разных сторон у нас студии заместитель начальника люберецкого отдела вневедомственной охраны евгений паперной и командир роты люберецкого отдела вневедомственной охраны майор полиции сергей коватев здравствуйте но вроде мы с вами встречаемся уже не раз я так понимаю что речь у нас сегодня пойдет вот обострение весенних скажем так краш почему потому что действительно сейчас уже ну вроде зима в этот раз немножко так сдвинулась снег еще даже не везде растаял но тем не менее люди уже потихонечку направляются на дачные участки и прекрасно понимаем что те кто живут в москве что-нибудь здесь построили нашим люберецком городском округе и приезжают сюда вот оставляя там жилище либо отсюда едут потом четко себе в москву оставляя здесь не совсем охраняемые участки об этом мы будем говорить это что действительно проблема да это действительно большая проблема у нас ведет статистика ежегодная вот и прошлом году совершено порядка 500 имущественных преступлений в том числе и квартиры и дома дачи то есть число увеличилось или она приблизительно в одном и том же грабы границах но но в тенденции от году год там плюс-минус прям так кардинально растет можно и так выразиться да да карди кардинально конечно не изменяется чтобы это было глобально но все же а связано это с тем что люди просто беспечно к этому относятся или так называемые преступники в данном случае как-то научились обходить все возможные способы защиты ну тут наверное все-таки множество факторов влияет на это все дело как и беспечность самих хозорганов я имею ввиду людей также и обстановка в стране и тех людей которые к нам с других стран приезжают но снг я имею ввиду вопрос работы также обстоит поэтому сказать конкретно что именно вот эта вещь влияет на саму так сказать защищенность преступность нельзя это все работает совокупе понятно ну мы прекрасно понимаю что к сожалению такой вид краш он будет существовать наверное постоянно пока есть имущество у граждан и скажите пожалуйста речь идет о все-таки дачном до таком варианте там где люди все-таки немножко спокойнее что ли относятся понятно что например в квартире мы тоже можем об этом поговорить люди все-таки там устанавливают плюс соседи плюс еще какие-то значит запорные устройства такие глобальные хотя в принципе их тоже конечно наверно можно обойти об этом мы тоже поговорим то есть даче по-прежнему у людей как-то на втором месте ну я бы не сказал на дачах хранят обычно дорогую технику то что зимой консервирует консервируем так скажем летом уже как склад как склад до открывается и соответственно дорогая техника на виду человек приехал чтобы не мучиться замками думает а все равно там послезавтра приеду и там грубо говоря на один замочек закрыл и все и все да преступники не спят и вот как преступники действуют ваша же наверняка есть уже какие-то схемы они как выслеживают следят за опасно пассажиропотоком в направлении этих дачных поселений но обычно эта работа происходит как преступник не один отслеживает хозяина квартиры дома дачи подготавливаются к этому вопросу смотрят когда они находятся какой период времени да все равно в любом случае нас есть какое-то постоянство когда мы приезжаем это тоже самая дача в основном приезжают люди на выходные правильно вот по этому периоду времени с понедельника по пятницу грубо говоря есть возможность собственно заняться нехорошим делом вот этим заняться поэтому у них есть подготовка естественно ну то есть они подготавливаются к этому мероприятию не просто идут и забирают то есть говоря языком современных сериалов по суд человек а насколько у вас есть информация но все-таки это уже какая-то такая групповая что ли преступность дали организация это как-то вы вычисляете их или это не временно объединяются два-три человека как это происходит преступники ну собственно после совершенно ну как мы узнаем правильно совершается какое-то либо преступление дальше идут оперативно-розыскные мероприятия по этому вопросу соответственно выслеживаются узнается через ну людей пробивается по камерам все это дело выслеживают эту команду и в конечном счете ну скажем так накрывают чаще команды до средства когда желаем да да чаще кому наверное единичные случаи бывают но это вот как раз те немножко скажу так граждане которые потеряли работу или не могут устроиться и превращается из обычного гражданина в преступника на весь такие одиночки ну вот такое бывает давая что просто переночевать хотят переночевать ночует прямо до мансарды вскрывают и на ночь остаются из последнюю такого могу вот вам пример привести в томили на собственно скажем так сосед тоже понаблюдал за своими соседями когда кто приезжает бывает у них благо было все это дело под охраной то под нашей охраны но я с об этом поговорим за до местной охраны вот он к ним залез охрана сигнализация сработала приехал наш наряд и его задержали когда он уже спрыгивал с крыши бежал от нас то есть собственно он был один . сосед зашел в гости в кавычках соседов до погостить даже такое есть даже такой даже такой бывает хорошо но речь идет на дачах я так понимаю что одно дело залезть переночевать другое дело вынести оттуда и надо же как-то это все и вынести и вывести и так далее вот вы сказали что камеры во второй части нашей сегодняшней программы больше поговорим о способах до защиты может что-нибудь новенькое расскажите но тем не менее если можно ли разделить эти группы преступников на две части те которые это делают но очень так кустарно не обращая внимание на камеры но надеюсь что у нас не найдут даже если бы быстренько все сейчас конкретно что-то заберем и едем и есть группы наверное которые знают что есть камеры что под камер нужно не попадать наверное как то то есть я к чему веду насколько сегодня преступное сообщество делает это качественно со своей точки зрения неужели так все просто по-прежнему заползают сирена и бегут наверняка если но есть и такие моменты есть и такие моменты но бывают у них удачные варианты когда они что называется обнесли дачу и их очень трудно найти или следы такое тоже бывает бывает на нашей территории слава богу а то есть на нашей территории здесь пока все под контролем часть но если тогда так логика подсказывает что если здесь так стопроцентная раскрываемость таких я уверен что преступность наверно об этом знает почему же они тогда по-прежнему пытаются это сделать каждый новый сезон надежде что им-то повезет когда-нибудь как лотерея возможно психология психология а кто он сегодня преступник который занимается вот такими ну кражами мелкими или средними это кто кто этот образ этого человека но помимо приезжих если брать гражданина это безработный опыт это может быть кто угодно преступник чтобы понимать психологию а он же не во всем преступник так он может платить за метро то есть он же не перепрыгать через турникет правильно он же оплачивает то есть какие-то жизненные ситуации возможно бывает ожидать можно от кого угодно то есть тут какую-то категорию людей тяжело выстроить но ведь все-таки люди с каждым годом до пытаются свои дачи как-то обезопасить тем не менее все равно есть желание и действительно удается некоторым про пробиться если вы говорите даже что они приходят переночевать сажаем такой вот ну даже не знаю все равно ищут ищут удачу даже не обязательно дорогие дома иногда и брошенная так скажем а вот какая-то профилактика проходит я так понимаю что ты наверно к сыну понятно школы как какие-то молодые люди как вообще профилактировать тут в чем к чему я веду что лежит что-то чужую на маленький еще человек брать не брать как вот приучить потому что это же тоже такая один раз ну пойду сейчас заберу этот магнитофон один никто не увидит я же никогда до этого ничего не делала сегодня пойду сделаешь такие люди но это вопрос наверно воспитание изначально то есть родительский контроль который обучил своего ребенка нормам и правилам до поведения так сказать но тут еще важна профилактика когда человек знает должен знать что ему за это будет да вот едешь иногда где-нибудь в москве там на мцк там прям пишется украл 1000 рублей столько-то украл 2000 рублей столько-то две с половиной тысячи рублей уже столько то есть занятия тоже организовываем ходим детские сады школы доводим нашим гражданам о том что что такое хорошо что такое плохо на начальном этапе их жизни да да ну и как вы считаете это это работает кому-то это помогает или это мимо ушей все-таки пролетает но даже если у кого-то это мимо ушей пролетает наверняка это какие-то единицы в любом случае кто-то все равно услышит поймет расскажет своему товарищу будет рассказывать также убивать это как на примере моем я учился так сказать в учебном заведении туда пришли также проводили занятия приглашали на работу отработать структуры и в этот наверное скорее всего в этот именно прекрасный момент я понял что да я хочу я хочу помогать хочу служить вот как такое бывает я думаю что наши действия по отношению тех занятий которые мы проводим в колледжах в школах я думаю они в любом случае помогут хорошо да не стопроцентно но это понятно да евгений скажите вот вы сказали как что у вас как бы ну раскрываемость таких преступлений практически стопроцентно да я слова практически вставляю потому что она что такое дело а как вообще с этим дела обстоят в стране но вы же следите там за коллегами московской области ность насколько это проблема глобально ну смотрите мы по московской области больше до носимся до ежемесячно приводит сводки где мы смотрим ну наша основная задача это профилактика как мы уже ранее говорили что профилактика это сделать все возможное чтобы преступник не залез сигнализация техническая укрепленность и как сказать народ к нам тянется ежегодно у нас растет массив вот именно охраняемых квартир да кто к нам прислушивается и но статистика по кражам не падает но это потому что мы но скажем олюберцы в хорошем таком на хорошем окей сейчас делаем паузу вот во второй части мне кажется это будет интересно для многих в том числе наших телезрителей мы поговорим о способах охраны я помню с прошлого раза мы с вами общались на эту тему поговорим кстати об автомобилях потому что тоже становится такой темой в последнее время ну и как обезопасить себя какие есть новые способы там замки и так далее способы оповещения потому что мне кажется что как говорят опять же в кино что нет того замка который нельзя открыть а вы меня попробуйте переубедить сейчас делаем паузу и вернемся в студию напомню что программа открытый диалог сегодня у нас гостях заместитель начальника люберецкого отдела вневедомственной охраны евгений папирный командир роты люберецкого отдела вневедомственной охраны майор полиции сергей коватёв говорили мы в первой части о ну скажем так о тех преступниках или людях которые становятся преступниками которые считают что можно поживиться за счет чужого хозяйства залезть где-нибудь на дачу ограбить ее или например в квартиру или автомобиль и так далее вот давайте поговорим на сегодняшний день может ли существовать замок который невозможно вскрыть я думаю к сожалению нет но можно сделать так чтобы было сложнее сложнее вскрыта долго его открывать то есть но это как надо три замка поставить или 4 или есть какой-то один который то есть поговорим о способах традиционной защиты когда мы смотрим дверь ну там окна которые возможно как-то так обустроить чтобы но если например не поймать преступника может быть даже спугнуть то есть он поймет что все сирена избежал да ну основное как сказать мероприятие если мы говорим про квартиру да ну первые этажи понятно что решетки двери укрепленные и рекомендуем сигнализацию там висит маячок который горит написано охраняется полиции соответственно если вскрывается дверь что идет уже звуковой сигнал все слышит и это уже некомфортно и на слух и нервы преступник но это лучше я уйду не дай бог меня не поймали такая психологическая ну и конечно нужно оставить лучше хорошие двери не забывать закрывать замки хорошие двери наверное она одного замка мало даже самого дорогого наверное несколько замков нужно да да конечно там один на один оборот замка уходит порядка 20 секунд если если скрывать если вскрывать да считайте если два замка по три оборота это уже какое-то время что можно задержать преступника но преступник же они как всегда немножечко впереди пытается идти и он иногда видя например за кому как это сказать муляж до системы когда кажется на же шесть можно в интернете например найти кучу камер можно обвесить камерами но преступник знает что это муляж все равно лезет и так далее то есть насколько можно внешне отпугнуть человека от преступления вот помимо маячка какие-то камеры особо вот как раз да мы говорили о маячках о камерах камеру поставить может быть даже вплоть до наклейки какой-то оттуда охраняется на лицо почему можно так сделать есть опять же из личного опыта у меня знакомый ставил куклу перед окном на первом этаже живет ты ставил вплоть до куклы чтобы если кто-то вдруг будет мимо проходить видеть что кто-то стоит даже вы кто-то да кто-то есть а то есть нужны и так сделать понятно но ведь этот некий комплекс то есть вот если человек сталкивается с той проблемой вот он выстроил новую дачу все он что-то там читает и так но он поставил обычный замок куда ему обратиться чтобы понять что ему предложат систему которая действительно будет работать а не пойдет где одевайся в гараж который скажет на тебе вот замок вот кнопка будешь нажимать ну конечно к нам данный момент мы государственная самая профессиональная охрана вот со всеми со всем спектром услуг которым представить что вы можете предложить на самом деле сейчас даже дошло до того что можно грубо говоря сигнализацию сделать умный дом то есть но базовый комплект это есть два вида сигнализации тревожная когда человек физически можешь нажать кнопку допустим на участке что-то делать там соседи что-то по забору стучит не понравилась кнопочку нажал экипаж приехал и охранная сигнализация это когда никого нет дома соответственно уехали допустим квартиру к себе да и преступники можно даже сейчас ставить охранную сигнализацию себя ставить по сигнализации так скажем в угаре вы спите так а дома уже стоит под охраной допустим двух-трехэтажный дом вот вы на третьем этаже на первое и второе стоит под охраной ко всему прочему сейчас появились датчики дыма поставили чайник пошли уснули нечаянно сработала сигнализация пожарные датчики воды на праздники это хорошие датчики такие то да еще это можно в один комплекс сейчас установить но я на есть еще камеры снижения которые ты нарушаешь бог знает где а может посмотреть что у тебя сейчас квартире да конечно телефон приложение всевозможные камеры на движение если может постоянно сто процентов времени она работает да ну то соответственно больше диск памяти нужен может включаться только кто-то проходит периметральная сигнализация то есть уже по забору только через забор начинают лезть сюда дома мы те уже сработать но есть несколько комплексов то есть вы предлагаете или это какой-то единый комплекс и я знаю что у меня в доме я имею ввиду в большом доме до на даче на даче у меня пока нет есть вот это запорное устройство мы за него что-то платим там какие-то деньги вот но туда ходит огромное количество людей то есть когда приезжает какой-нибудь доставщик естественно ему могут и код сказать и так далее то есть это все все равно становится или на знаете такие старые езди прямо уже цифры эти ну видно что нажимать пальцами уже стернется терзать и рациона что вы предлагаете несколько вариантов да ну лучше конечно использовать комплекс это и техническая укрепленность и сигнализация также про соседи если большой дом допустим я хоть и живу с основания дома своего но некоторые соседи меняется и некоторых не знаю кто-то просит там открыть или дверь придержать вроде и знакомое лицо вроде и нет и то есть стараться до пускаешь понятно а как быстро экипаж реагирует потому что я вот у меня сейчас такое представление стоит дача неком таком садовом товариществе и темнота час ночи грязные дороги какие-то не везде хорошие удачная и вот прошу пошел сигнал как быстро экипаж прежде моментально откуда он берется то наряд ему сообщение приходит электронное сообщение соответственно приходит электронное сообщение на компьютер дежурный посылает наряд все это происходит в самые кратчайшие сроки и посредством также спецсигналов мы же можем быстрее гораздо доехать вот конкретного имя просто не буду называть вдруг нас есть определенное время вот я могу за это время рассчитывать да 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 ведь как у нас такая секретная программа хорошо еще такой вопрос опять же смотришь кино дача все шикарно все оборудовано и подходит какой-нибудь из преступников кому-нибудь там я не знаю щитку плоскогубцами там что-то вырезал и пошел дальше делать свое дело такое возможно нет у нас будет сразу сигнал система информативная любой потеря связи отключение электричества она моментально подает сигнал на пульт соответственно уже реагируем тоже незамедлительно нет такого что какой-то миг разбой произошел но наверное все нормально а в это время уже что-нибудь другое подсоединили нет такое к сожалению уже понимаете я сейчас говорю тоже некими такими соображениями то что нам показывают ну или то что мы слышали вот мы же прекрасно понимаем что если не оборудована дача дата и и в принципе можно вскрыть рано или поздно да хорошо еще такой вопрос насколько нужно информацию о своей даче это сказали соседи то есть да если соседями же надо как-то дружить это же тоже какой-то такой дополнительный способ защиты находить контакт нужно ли им что-то рассказывать про свою дачу на тот случай если что-то случится я думаю что не стоит рассказывать о том что у вас находится там и в каких это местах лежит собственно но поддерживать связь с соседними однозначно нужно то есть можно взять общую некую систему на несколько там дач да как-то но это больше работает на дома а на консьержу ставить сигнализацию консьерж на резких квартир а именно дачные это отдельно все-таки потому что прибор тоже информативно он к определенной точке то есть если мы берем конкретный дом мы едем конкретному дома если сигнализацию раскидать на три дома кипаж все она приедет туда откуда пришел сигнал то и дом номер один а преступление будет совершаться дай тогда мы можем потерять время пуки поговорим еще об автомобилях личный автотранспорт он всегда является такой я знаю что каждый месяц ну или по крайней мере раз три месяца приводится информация самых угоняемых автомобилей марки имею ввиду их угоняет по разным тоже параметрам то есть по простоте угона по стоимости автомобиля по запчастям и так далее очень много очень много факторов сейчас тоже заговорили о том что число автомобильных краш может увеличиться ну и не только автомобильных крашеную скажем так частей или автомобилей на разбор на запчасти вот скажите если возможность сегодня хотя автомобили уже даже завода у нас поступают с некой системой защиты есть люди которые до сих пор еще помимо всего ставят вот эту распорку от руля до педали мне где-то сохранилась как сегодня защитить свой автомобиль от вот преступника ну так же есть сигнализация мы ставим на автомобиле принцип действия абсолютно такой же как с квартирой ставится определенный блок в определенное место и машину видно по всей россии то есть это глонассу следит а если например на эта машина одно дело дом где-то в каком-то районе если машина например ну зарегистрировалась у вас едет к ним сторону переславля-залесского там поставил человек и там по россии то есть там работают службы которые помогают да правильно понимаю да у нашей взаимодействует конечно видите как сложно разговаривать наших гостей что тема такая с одной стороны хочется рассказать а с другой стороны всего ты не расскажешь вот а если например снимают колеса с автомобиля это как-то можно колеса я не знаю поставить туда какой-то датчик или над этим еще только работаю там не колеса там вибрация идет да что с автомобилем это призна идет вибрация автомобиля бывает конечно не будем скрывать и ложные так сказать вы за сильный ветер что-то там проехал к это фура может быть да но лучше лишний раз осмотреть чтобы они украли чем а тогда идет соответственно когда скручиваешь колесо определенный сигнал пойдет тоже на пульт тоже пойдет еще такой вопрос человек сейчас предполагаем некую кражи автомобиля на глазах а человек живет на восьмом этаже вот он вышел не знаю на балкон там и увидел что что-то с его машиной происходит вот он начинает бежать на вниз то как ему пытаться вступить в контакт с преступником или сразу вам звонить или еще что-то как делать или попытаться выбежать я не знаю там с каким-нибудь железным предмет сбитой или как 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 бы вы посоветовали бывает же такой случай вот видишь что лезут или например сосед видя да что кто-то лезет в дом он не побежит там выяснять отношения можно же вдруг вооружен преступник я думаю что в этой ситуации логичнее будет поступить так ну к примеру увидели то там происходит что-то пытаются вскрыть мой любимый автомобиль сигнал соответственно все поставлено под охрану сигнал к нам уже пошел мы едем гражданин также дублирует я думаю органы полиции и его задача наверное не идти в контакт в контакт с ними а больше понаблюдать почему потому что достаточно опасно для жизни и здоровья мы же не знаем в каком состоянии находится эти негодяи до выразимся то есть поставьте запомнить в чем они одет на что они способны да опять же совершенно верно стараться запомнить посмотреть куда чего на чем приехали сколько их как они наверное лучше так сделать чем сейчас его ударит по голове и потом оказаться в конечном счете в больнице ну да такие мы помним история когда из-за кражи рукового стекла человек лишался жизни такое тоже было ну и последний вопрос давайте мы тогда систематизируем сейчас вот действительно весна начинается я думаю что наверно ближайшие выходные последующей неделе станут там уже и майские недалеко будут такими выездными а москва поедет сюда люди отсюда потом будут ехать в москву и так далее что необходимо сделать перед ну глобально вот тот кто на дачу последний раз приезжал там на новый год чтобы вы посоветовали проверить проверить все замки первую очередь конечно в систему поставить если нет у вас сигнализации поставить на сигнализацию если есть проверить в каком она состоянии позвать соответствующей организации чтобы они все это проверили и убедиться в ее работоспособность да 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 обязательно все замки все это все посмотреть дорогие вещи не хвастаться перед соседними дорогими вещами или там где вы хранить не хранить там где нас долго не про ну к сожалению так получается да как у кого получится ну что и последнее прийти можно к вам до в неведомственную охрану любилецкого дела и заключить какой-то договор да на постановку каких-то новых систем верно конечно да мы всегда рады работаем как как и все я думаю много разных мы не можем то что для того чтобы не было повтора на том же автомобиле трудно устанавливать одну и ту же систему они должны быть для каждого индивидуально совершенно верно каждый объект да он индивидуальный и возможно какой-то будет иной подход к одному и тому же дому понятно окей большое спасибо заместитель начальника любилец кладила вневедомственной охраны евгений папирный командир роты любилец кого дела вневедомственной охраны майор полиции сергей кого тём рассказали нам сегодня вернее даже не рассказали а напомнили о том что нужно внимательно следить за своим собственным добром что называется да и действительно посмотрите все ли у вас нормально работает а если нет то обращайтесь я думаю наши гости вам и их коллеги помогут спасибо огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и и и и и и и и